Сегодня будет про выручку, вебинар, значит, поговорим с вами об алгоритме признания выручки, поговорим о том, что такое договор с точки зрения МСФО и что такое обязанность к исполнению в этом договоре, поговорим, как определять цену сделки и компоненты этой цены, какие вообще бывают, и также поговорим о методах признания выручки. Ну, собственно, это краткое содержание стандарта выручка. Который мы с вами рассматриваем. Сначала по алгоритму признания выручки, значит, в МСФО есть пять шагов. Если вы хотите признавать выручку, вам нужно сначала идентифицировать договор, потом в договоре вам нужно определить обязанности к исполнению. Может быть так, что в одном договоре у вас несколько обязанностей к исполнению, дальше мы об этом поговорим. После этого нужно определить цену сделки, распределить ее на обязанности к исполнению, которую вы идентифицировали. И дальше вы признаете выручку, опять же, по каждой обязанности к исполнению отдельно. Ну, это такой общий алгоритм. Сейчас мы с вами более подробно все шаги рассмотрим. Да, то есть, ребят, по двух словах от себя еще, да, что там выручка, да, многие считают, обычно те, кто с финансами очень хорошо знакомы, ну, даже с финансами, с учетом финансовым, да, что, ну, для большинства людей выручка это типа там, что упало на счет, то как бы и выручка. Да, в реальности это не так, то есть в реальности есть различие между методом числения и кассовым методом, да, то есть если деньги пришли, не означает, что это выручка, и наоборот, если выручка есть, не означает, что есть деньги. И, во-вторых, естественно, когда начинаем копаться глубже уже в самой выручке, в зависимости от бизнеса это становится сложнее или проще делать. То есть одно дело, когда у вас там сканировали товар на кассе, да, другое дело, когда у вас какой-то там строительный проект или вы получили какой-то контракт на поставку, не знаю, 20 самолетов, боингов каких-то, здесь уже, соответственно, становится сложнее бухгалтерам, финансистам в компании в целом, то есть признавать, да, потому что вот эти грани, они начинают довольно-таки сильно смываться. Да, поэтому есть сфера, где проще признавать выручку, есть сфера, где это сложнее делать. Вот, ну давайте с вами посмотрим, что такое договор с точки зрения МСФО. Это не то же самое, что подписанный какой-то документ. Значит, во-первых, договор это такой документ, ну, хотя не обязательно документ, и мы дальше об этом с вами поговорим, где можно идентифицировать права каждой стороны в отношении товаров и услуг и условий оплаты. Договор должен иметь коммерческое содержание. То есть если коммерческого содержания нет, с точки зрения МСФО, это не договор для цели признания выручки. А коммерческое содержание означает, что величина денежных потоков организации изменится в результате этого договора. То есть, грубо говоря, если компания признает себе выручку, у нее изменится, соответственно, денежный поток, потому что она получит деньги рано или поздно за эти товары. И, соответственно, последний пункт, получение возмещения является вероятным. То есть, если, допустим, это какой-то контрагент, который там в стадии банкротства, мы не можем по договору с ним признавать выручку, потому что мы не считаем, что, например, возмещение мы получим по факту. На это нужно тоже обращать внимание. Ну и по поводу формы договора. Тут у меня на слайде этого нет, но я хочу отметить, что договор может быть как в письменной форме, так в устной форме тоже. И также он может быть в такой форме, которая, скажем так, обусловлена деловой практикой. То есть, например, когда человек приводит в магазин, он покупает товар, он не подписывает никакой документ, но при этом ему там выбивается чек, и по факту он тоже заключает сделку. Главное условие, чтобы права сторон были юридически защищены. То есть, если в какой-то, например, стране можно заключить договор в устной форме, и при этом права будут юридически защищены у сторон, то с точки зрения МСФО это можно считать договором. Если права при этом юридически защищены не будут, то считать нельзя. То есть, вот такая логика с точки зрения МСФО в плане того, что такое договор. То есть, правильно понимаешь, что может быть договор с точки зрения РСБУ, но потом приходит, например, аудитор, который МСФО что-то справляет, он там смотрит первичку, какой-то тесты какие-то делает, и говорит, что там, ребят, вот это мы не можем для МСФО признать выручкой. Может быть, если получение возмещения, например, не является вероятным по такому договору, то по нему выручку нельзя признавать по МСФО. Ну, там, как бы, если какая-то плохая, например, дебиторка, то выручку, конечно, нельзя признавать. Эта выручка будет висеть как кредитовая сальда, как некая такая обязанность к исполнению в кредите баланса, и только если действительно деньги будут получены, вот тогда она будет признана. А если деньги получены не будут, то нет. Вот такие правила МСФО. Значит, после того, как мы идентифицировали договор, мы должны понять, что такое обязанность к исполнению, потому что у нас выручка, она признается по каждой обязанности к исполнению, а в договоре их может быть несколько. Обязанность к исполнению, по сути, это обязательно отличимое обещание поставить товар или оказать услугу. Что такое отличимое? Это вот очень интересный вопрос, потому что не всегда это бывает прозрачно, но в МСФО сказано, что если отличимое обещание, то покупатель может получить выгоду от товара и услуги отдельно от других товаров и услуг. То есть это не некий комплекс, за который он в целом платит, а это именно какие-то отдельные услуги, и он может от них какую-то выгоду получить отдельно. Ну и плюс обещание передать товар, оказать услугу, а возможно идентифицирует относительно других обещаний в договоре. То есть как-то можно понять, что вот этот вот кусочек – это отдельный товар или услуга. Ну, на самом деле здесь могут возникать некоторые сложности с определением, что такое обязанность к исполнению. Я предлагаю посмотреть несколько вариантов. Вот, например, если у вас договор на продажу оборудования с последующим сервисным обслуживанием – это классика жанра. Вот сколько здесь обязанностей к исполнению? На самом деле чаще всего бывает здесь две – отдельно продажа и отдельно сервисное обслуживание. Потому что, по сути, покупатель может выгоду отдельно получить от приобретения оборудования и отдельно от сервисного обслуживания. То есть здесь как бы два элемента, две обязанности к исполнению. И по ним будет по-разному, скорее всего, признаваться выручка. В разные моменты времени, скажем так. Вот. А если мы, например, говорим о строительстве, то здесь, конечно, скорее всего, будет одна обязанность к исполнению. Потому что если подрядчик строит здание, допустим, он заложил фундамент, да, выполнил какой-то этап работы, сказал, все, я больше не буду строить, заплатите мне за фундамент, и я пошел. Понятно, что в этом случае заказчик, он от такого фундамента не сможет никакую выгоду, скорее всего, получить. Ему придется кого-то искать, кто будет это здание достраивать. Поэтому в данном случае, скорее всего, здание – это одна обязанность к исполнению. Несмотря на то, что там могут быть разные виды работ, там какой-нибудь фундамент, там, не знаю, сваи забивают, там, строят каркас и так далее. Несмотря на это, это все будет одна обязанность к исполнению, и рассматриваться это все будет в комплексе, потому что здание – это комплексный объект. Ну, такая же история с производством каких-то сложных вещей, вот, например, там, двигатели для самолетов или там самолетостроения, какие-то такие высокотехнологичные отрасли, там, я не знаю, ракетостроения, там, скорее всего, тоже это будет одна обязанность к исполнению, потому что это сложный объект, и от того, что там какую-то часть работ выполнили, и заказчик еще не может получить каких-то определенных выгод, ему нужно, чтобы весь объект был достроен, вот. Ну, мы даже позже поговорим о том, да, то есть, как можно признавать выручку как раз для такого рода отраслей, то есть, я помню, что у нас есть там по часам и по штукам. Там по часам и по штукам, да, там разные варианты есть. Есть, кстати, в процентах от бюджета варианты еще, но я тоже о нем скажу. Да, мы об этом расскажем подробнее. Так, ребят, вы задавайте вопросы, не стесняйтесь. Да, будем отвечать, если есть какие-то вопросы. Вот один вопрос, так понимаю, по предыдущему слайду, то есть, как определить вероятность, да, вот, получения денег? Сергей спрашивает, как это выяснить, если не понимаешь состояние контрагента? Нет, ну, МСФО предполагает, что вы должны понимать состояние контрагента, потому что дело в том, что там же, если с контрагентом есть какие-то отношения, там возникает, например, та же самая дебиторская задолженность, по которой тоже нужно по МСФО считать резерв. Это не 18-й стандарт, это не выручка, но это, на самом деле, там, стандарт финансового инструмента. Поэтому, в принципе, предполагается, что бухгалтер, который занимается МСФО, он по каждому контрагенту, во всяком случае, более, ну, такому существенному, крупному, должен ситуацию понимать, а иначе учет он вести не сможет. Потому что ему нужно, ну, понимать, действительно ли вероятно получить возмещение, и нужно ли, например, дебиторку обесценивать, там нужно ли, можно ли выручку признавать и так далее. Ну, я даже от себя хочу добавить, что в российской практике есть такое, что, там, раз в квартал, кто-то реже, кто-то, ну, раз в квартал или реже, делается проверка, там, контрагентов, забыл, как это там, какой-то специальный термин есть. То есть, когда прям делают рассылку по своим контрагентам, там, поставщикам, клиентам, и они, типа, заполняют какую-то, какую-то там анкету и высылают обратно. То есть, это крупные компании, у которых есть ресурсы, они, в принципе, это делают периодически. Ну, да, ну, и плюс, если с контрагентом что-то не так, он вовремя не платит, скорее всего. Да. Это тоже такой индикатор хороший, что у контрагента что-то не так, и можно проверить, не в стадии, но в банкротстве, например. Ну, опять же, есть там разного рода ресурсы, там, не буду там прям рекламировать, да, какой-нибудь там за честный бизнес тот же самый. Там тоже можно посмотреть состояние контрагента, да, если мы говорим про B2B. Там B2C, наверное, особо не проверишь, и вряд ли кто-то будет это делать, потому что B2C-чеки небольшие, как правило. Но B2B, да, то есть там, соответственно, можно проверить и отчетность компании, посмотреть, нет ли на нее каких-то там судебных дел там и так далее. То есть, для этого есть ресурсы. Ну, да, ну и плюс, если контрагент крупный, там какой-то менеджер есть коммерческий, который с ним работает, то есть менеджер-то должен быть в курсе, что вообще происходит, когда он заплатит и так далее. Ну, то есть какая-то коммуникация внутри компании должна быть. Ну, вот сколько я работала, всегда компании, естественно, своих плохих контрагентов знают, потому что это их деньги, это их выручка, и, конечно, им нужно это мониторить. Это система контроля в компании должна быть построена, чтобы это все up-to-date, иметь такую информацию, как контрагента взяла. А иначе как бизнес вести. Ну, вот, Олеся, говоришь, называется проверка на благонадежность. Спасибо, что вы сказали, забыла это слово. Ну, да, да. Окей. Так, ну, давайте дальше тогда пойдем. Значит, по поводу цены сделки. В МСФО вообще считается, что в цену сделки могут включаться три вида возмещения. Фиксированное, переменное и неденежное. Значит, фиксированное возмещение, ну, это просто, это когда у вас в договоре есть какая-то фиксированная цена, там, в какой-то валюте, да, и это и есть ваше фиксированное возмещение. Самый простой вариант. Второй вариант – это переменное возмещение. Возмещение может стать переменным, когда у вас начинают возникать, например, скидки за объемы. То есть есть какой-то рамочный договор, и в рамках него, например, контрагент может выкупить там какое-то количество единиц. Чем больше он, например, покупает, тем больше скидка. А сколько он купит, вы точно не знаете, например, как вариант. И в этом случае вам все равно как-то возмещение нужно считать, вероятное от получения, и вам нужно это как-то оценивать. Соответственно, есть еще такая штука, как премия за результат. Это в строительстве бывает, например, когда компания строит объект, и, например, если она этап заканчивает раньше, она получает за этап больше денег. Я такие договоры встречала, вот, в строительстве часто практикуются, чтобы застройщик быстрее строил, вот, чтобы у него была какая-то мотивация пораньше закончить, пораньше сдать работу. Ну и последнее – это неденежное возмещение, это, ну, грубо говоря, это бартер, когда, например, услугу меняют на услугу, услугу меняют на товар, товар на товар. Вот. И его тоже нужно оценивать, естественно, в денежном выражении. Ну, давайте с вами поподробнее поговорим сначала о переменном возмещении, как его оценить. Значит, такой пример, компания партиями продает товар, и у нее есть скидки за объем. Если она, ну, здесь упрощенный вариант, потому что у нас такой учебный пример, значит, покупатель может заказать либо 100 единиц, либо 200, то есть он не может заказать там 150, там, или 300, вот, либо 100, либо 200 для упрощения. Если он закажет 100 единиц, то единица будет стоить 1000 рублей, если 200, то единица будет стоить 800 рублей. И есть некие вероятности. Ну, предвосхищая вопрос, вероятность, скорее всего, будет оценивать какой-то менеджер коммерческого отдела, который с этим клиентом работает. Он будет смотреть, сколько там, например, обычно заказывают такого товара другие клиенты, либо он будет смотреть, как этот клиент раньше заказывал, и, соответственно, он какую-то вероятность отдела МСФО предоставит. Какая вероятность, что покупатель закажет 100 единиц, а какая, что 200? В данном случае покупатель закажет 100 единиц с вероятностью 60%, а 200 с вероятностью 40%, хотя вроде как это более выгодная цена. Как посчитать, нам нужно оценить переменное размещение, оцену договора в данном случае, как это посчитать? Значит, есть два варианта, есть два метода. Либо ожидаемая стоимость, либо наиболее вероятная величина. Компания, в принципе, сама выбирает, какой метод применять. Она должна раскрыть это в своей отчетности, но метод может выбрать любой. Если наиболее вероятная величина, то здесь все вообще просто, потому что наиболее вероятно, что покупатель закажет 100 единиц по 1000 рублей за единицу. То есть наиболее вероятно, с вероятностью 60%, будет 100 тысяч рублей сумма договора. И второй вариант ожидаемой стоимости, он посложнее. Здесь мы должны взвешивать значения с учетом вероятности. То есть у нас с вероятностью 60% закажут 100 единиц по 1000 рублей, и с вероятностью 40% закажут 200 единиц по 800 рублей. Мы это все перемножаем, суммируем и получаем 124 тысяч. То есть в зависимости от метода у нас получаются разные величины. Но тут нужно понимать, что всегда вот эту величину, которая у вас получилась, ее нужно сравнивать, скажем так, нужно смотреть, а вероятно ли получить возмещение. То есть вы, например, насчитали, что у вас 124 тысячи. А насколько вероятно, что вы реально все эти 124 тысячи получите? Просто если к вам придут аудиторы, например, да, и они увидят, что у вас с вероятностью, например, 60% закажут только 100 единиц, а это даст нам выручку 100 тысяч рублей, а вы хотите себе признать 124. Вам аудиторы могут сказать, что нет, это как бы не совсем корректно. Давайте-ка вы признаете все равно 100 тысяч. Вот когда ожидаемую стоимость используют, то нужно внимательно смотреть, насколько действительно можно получить такое возмещение, потому что аудиторам, может, не понравится такой метод. Евгений, а я не очень понимаю пример такого, на самом деле, соглашения, потому что, ну, то есть как я могу признать выручку, да, если человек еще не сделал заказ, например. То есть у меня с ним что, какой-то договор, типа, take or pay, там, я не знаю, типа, он каждый месяц мне какую-то сумму плачет. Ну, например, какой-то рамочный договор, да. То есть он как бы в рамках рамочного договора будет эти единицы заказывать. А может, например, предположим, такой вариант, что у него максимум 100 единиц в месяц он заказывает, например, но он может как-то партиями заказывать. Например, по 33 единицы. Ну, то есть тут масса вариантов. Ну, то есть это, по сути, работает, когда какая-то абонентская плата есть, да, и мы не знаем точно, какой будет объем услуг. Да, это вот именно в этом случае работает. Окей. Скорее всего, да, потому что иначе... Иначе просто странно выглядит, да, очень как так. Нет, иначе он закажет сразу сто, и мы сразу, скорее всего, выручку себе признаем в тот момент, когда передадим. А если он какими-то как бы частями заказывает, у него есть какой-то рамочный договор, то здесь уже нужно оценивать вероятность и возмещение. Вот здесь, опять же, по вероятности не отпускает нас в аудиторию, говорит. Сергей задает вопрос. Вероятность должна быть подкреплена какими-то математически-статистическими расчетами, или хватит просто экспертного мнения, там, допустим, какого-то коммерческого сотрудника? Ну, скажем так, экспертного мнения хватит, но он должен быть на чем-то основанном. Не обязательно, чтобы это были статистические расчеты, там, какие-то именно сложные, там, корреляции, но дело в том, что аудитор в любом случае обоснование какое-то попросит. Они, например, скажут, скажите, вот сколько у вас обычно заказывают, там, если вот такие вот условия договоров. Ну, то есть там в любом случае какое-то под это обоснование быть должно. И это не только слова сотрудника, вот. Но не обязательно какая-то сложная модель. Ну, да, могут попросить какие-то исторические данные, сравнить там то, что вы закладываете, насколько это соответствует тому, что было ранее. Ну, скорее всего, да, так и сделают, потому что это наиболее логичный способ проверить, насколько экспертное мнение отражает действительность, потому что, конечно, аудиторы будут это экспертное мнение проверять, а мало ли кто что сказал, им нужно все равно убедиться, что правильно оценили. Вот. Окей. Ну, следующий вид возмещения, который тоже нужно оценивать, это неденежное возмещение. Тут есть два варианта. Значит, предпочтительный первый вариант. По справедливой стоимости возмещения. То есть у вас был какой-то бартер, вы, например, обменяли товар на товар. Ну, не знаю, взяли, обменяли, например, там, произвели какую-то продукцию, вам подарили самолет. Ну, там, я фантазирую, словно говоря, да. И вам нужна справедливая стоимость этого самолета оценить, то есть полученного возмещения. Если это какой-то актив, то, в принципе, можно найти оценщика независимого, и он вам оценит этот актив, и станет понятно, сколько этот актив стоит, и можно будет тогда сказать, да, это договор на вот такую вот сумму, на ту сумму, сколько стоит этот актив. Сложнее, если у вас там, например, какая-то услуга. Ну, услугу можно на рынке попробовать поискать. Например, если вы обменяли товар на услугу, да, вам, можно попробовать оценить рыночную стоимость этой услуги отдельную, и тоже каким-то образом это возмещение оценить. Если вдруг получается так, что вы не можете оценить возмещение по какой-то причине, хотя, в принципе, ну, в 99% случаев оценить это можно. Тогда можно оценить по обособленной цене переданных товаров, услуг. То есть то, что вы передаете, сколько оно в среднем стоит на рынке. Но МСФО говорит, что это нежелательный метод, то есть лучше его не использовать. Если вы будете использовать, вам нужно обосновать, почему вы не смогли оценить справедливую стоимость полученного возмещения. Вот. Ну, на моей практике обычно справедливую стоимость полученного возмещения можно было оценить. Это, ну, бартерная операция. Ну, а насколько вообще интересно они встречаются сейчас в такого рода операции? Редко очень встречаются. Ну, да. Мне кажется, это очень редко. Мне кажется, развивающиеся рынки какие-то, где там, не знаю, денег не хватает или еще что-то. Технологии. Ну, у меня на практике встречалась смена земельных участков, например. Ну, вот как вариант неденежного возмещения. То есть участок обменивали на другой земельный участок. Ну, это такая тоже экзотика, конечно. Ну, это компания обменивала с другой компанией, что ли? Да. Ну, с городом обменивались. Но это разве как выручка будет? Или это же, по идее, как прочий доход должен быть, если это не основная деятельность? Ну, в данном случае, да, скорее всего, будет прочий доход, если это не основная деятельность. Вот. Но, в принципе, для прочих доходов действует такое же правило. То есть если мы меняем участок на участок, нам нужно оценивать справедливую стоимость возмещения. Вот. А в части выручки, ну, если компания, например, торгует земельными участками, да, и, ну, это ее основная деятельность, и вот она взяла обменяла, то в этом случае ей нужно будет оценивать справедливую стоимость возмещения. В принципе, ну, я говорю, это экзотика, но теоретически, наверное, такое возможно. Мне кажется, это в 90-е было вспостранено, когда бартер у нас процветал в России. Сейчас уже у нас более цивилизованно все, поэтому это редко. Вот этот вопрос сейчас, Тимофея, на какой момент мы учитываем доходы? Я понимаю, что мы чуть попозже, да, это разберем? Да, мы посмотрим. Там есть два варианта, как их учитывать. Дальше посмотрим, ответим на ваши вопросы. После того, как мы цену сделки определили, включили туда фиксированное возмещение, неденежное, какое там у нас еще было, фиксированное, неденежное переменное. Мы все туда включили, цена сделки у нас есть, нам нужно распределить ее между обязанностями к исполнению. То есть мы обязанности к исполнению отдельно выделили, да, мы отдельно цену сделки определили. И вот что интересно, в стандарте, я вообще, честно говоря, не очень понимаю эту логику, но тем не менее стандарт говорит, что распределять нужно пропорционально обособленной рыночной цене продажи. Вот сейчас вы посмотрите, и это очень странно выглядит. Например, вот продали оборудование сервисным обслуживанием. Это такая история, где две обязанности к исполнению. Стоимость по договору 20 миллионов рублей. Причем, что интересно, в договоре может быть отдельно выделена стоимость оборудования, отдельно сервисного обслуживания. И, скорее всего, оно там выделено. Но, тем не менее, стандарт говорит, что нужно делать распределение. И оно будет немножко другое. Вполне возможно, не такое, как в вашем договоре. Значит, смотрите, нужно определить рыночную стоимость аналогичного оборудования, если бы оно продавалось без обслуживания. Например, мы посмотрели, что на рынке, и посмотрели, что 15 миллионов. Такой договор без обслуживания. Дальше мы должны рыночную стоимость обслуживания найти, если это отдельно приобретаемое обслуживание, без оборудования. Например, нашли 7 миллионов. То есть у нас получается, что и того оборудование плюс обслуживание, если их покупать отдельно, стоит 22 миллиона, а стоимость договора 20. Ну логично, потому что обычно какой-то пакет, он стоит дешевле, чем если отдельно это все покупать. И теперь эти 20 нужно распределить на обслуживание и оборудование так, как говорит стандарт. Значит, мы должны, у нас обособленная рыночная цена 22 миллиона, это 15,7, если бы мы отдельно это все покупали. Итого процент сервисного обслуживания у нас 32%, 7,22, и процент товара, то есть оборудование у нас 68%, 15,22. После этого мы делаем распределение цены сделки. Мы говорим, что к сервисному обслуживанию у нас относится 32%, а договор у нас 20 миллионов. Соответственно, это 6,4 миллиона, и товар 68%, а договор 20 миллионов, и того 13,6 миллионов. То есть вот так вот делается распределение, и дальше, соответственно, мы считаем, что, ну, когда мы продадим товар, мы себе признаем 13,6, и дальше услуги мы, когда будем себе тоже отражать, мы будем отражать выручку 6,4. Такое, ну, достаточно странное распределение, потому что в договоре на самом деле может быть сказано, что услуги стоят 5 миллионов, например, и товар 15, но распределение все равно нужно делать. Это, конечно, усложняет учет, на мой взгляд, достаточно серьезно. Вот, ну, в принципе, если только это несущественно, это можно не делать, но чтобы понять, что это несущественно, надо тогда посчитать. И тогда можно будет сказать, что это нематериально. Ну, на самом деле, на практике вот даже мы такое делали, потому что у нас многие курсы. Мы продаем пакетами, вот, и когда, я помню, мы делали оценку НМА, то мы, то есть материальных активов, кто не знает, то мы прям брали, то есть какие-то пакетные предложения, да, мы прям брали, смотрели там наши цены, точно так же высчитывали проценты и говорили, что там вот к этому курсу относится там такая-то, выручка к этому курсу такая-то, и, соответственно, от этого там зависела оценка. То есть мы это делали, хотя это, ну, по МСФО мы, естественно, работаем, но для управленки какой-то, для цели оценки мы этот метод, по сути, применяли, хотя я даже не знал, как он называется, ну, или не помнил. Ну, в общем, он никак не называется, просто это стандарт 18-й говорит, что вот так надо распределять. Так, ну, дальше я предлагаю перейти к признанию выручки. Вот как раз вопрос, который нам задавали, значит, выручка может признаваться двумя способами. А, но я еще хочу отметить, что выручка признается по каждой обязанности к исполнению, да, то есть вот это нужно запомнить. И признаваться она может по каждой обязанности двумя способами, либо в момент времени, либо на протяжении времени. Значит, это зависит от характера договора, скажем так. В момент времени это простой вариант, это признание выручки в момент, когда контроль переходит покупателю. Но чаще всего это при продаже либо товара, либо какой-то несложной услуги. То есть, например, если вы продали там оборудование, вы его поставили, после этого вы потеряли право собственности на оборудование, оно перешло к покупателю, соответственно, можно признавать выручку. Несложная услуга это что-то типа, например, я не знаю, парикмахерских услуг, клиенты подстригли, если бы парикмахерские вели бы отчетность по МСФО, клиенты подстригли, все, можно выручку признавать, потому что, в принципе, это все. Ну или фастфуд какой-нибудь, какой-нибудь фастфуд тоже самое, на кассе оплатили. Да, на кассе оплатили и, соответственно, все, передали товар и на этом все. То есть выручка будет признаваться в данном случае один раз на всю сумму. И второй вариант это на протяжении времени, более сложный вариант, это когда контроль передается покупателю не сразу, а он передается на протяжении какого-то времени. Чаще всего это может быть при продаже комплекса услуг, вот почти всегда это бывает при строительстве. Ну, понятно, это логично, потому что это длительный процесс, и там есть какие-то этапы, там есть какая-то стадия завершенности. Соответственно, когда у нас о каком-то комплексе услуг идет речь, практически всегда контроль будет переходить на протяжении времени, а не в какой-то момент. Ну и, конечно, в этом случае выручка признается не один раз, она признается на пропорциональной стадии завершенности по мере того, как контроль будет переходить к покупателю, то есть на протяжении какого-то времени. Это зависит от того, сколько длится договор. Там год, там два, три. На протяжении этого времени будет признаваться. Скажи, пожалуйста, как это вот просто в самом начале мы говорили о том, что если строитель сделает фундамент, но дальше там откажется работать, то есть как вот это вяжется с тем, что мы сейчас поговорили о том, что мы там идентифицируем, наверное, какие-то стадии строительства, да, и каждая стадия представляет собой какой-то процент от законченного проекта. То есть как это вот здесь будет работать? Нет, ну, дело в том, что мы когда идентифицируем договор, мы считаем, что получение возмещения является вероятным, то есть выручку себе в этом случае будет учитывать строитель, правильно? Да. Строитель речь, но заказчики. Строитель считает, что он, вероятно, получит возмещение за эти работы. Естественно, если он заключает договор, то если он не выполнит какие-то этапы работ, скорее всего, у него есть какие-то санкции. Если санкций нет, то есть если он может в любой момент сказать, я там заложил фундамент, я пошел, то вполне возможно, что закладка фундамента, это будет отдельная обязанность к исполнению, тут нужно смотреть. То есть так вот сложно сказать, но, честно говоря, я даже на практике не могу себе представить такой договор, где строитель может просто вот так вот взять и без каких-то бешеных штрафов отказаться от строительства. Мне кажется, что это какой-то вообще какая-то казуистика. Ну да, то есть в реальности такого нет, поэтому мы как-то опускаем. Нет, ну то есть только если он там обанкротится и что-то с ним произойдет, ну это как бы отдельная история. Там уже, если он уже будет банкротиться, я думаю, что он уже по МСФО перестанет вести отчетность, в принципе, ему это все будет не актуально. Будет конкурс на управляющие и российская отчетность. Ну и также, чтобы было понятно, да, то есть как бы мы делаем срезы, там, например, раз в квартал, да, то есть мы строим как минимум квартальную отчетность, делаем срезы раз в квартал, смотрим, то есть вот на конец, там, допустим, 30 июня, да, вот что у нас там готово, чтобы мы могли понимать, да, то есть на каком этапе относительно договора мы находимся. Там 30% завершили, 40% и так далее. Это как бы то, чтобы понимание, что это есть как бы вот эти методы, там, в момент времени или на протяжении времени, но мы каждый квартал делаем какой-то срез. Ну, в МСФО мы, в принципе, делаем срез, мы можем ежемесячно делать срез в МСФО, если мы, например, ведем параллельный учет, и мы ежемесячно выручку признаем. Тут зависит от того, как часто мы отчетность делаем. Если мы квартальную отчетность делаем, скорее всего, раз в квартал будем это делать. Если мы каждый месяц какие-то МСФО данные отдаем, например, менеджменту, мы можем это раз в месяц делать. Кто-то раз в год делает, кто раз в год готовит отчетность, раз в год считают сразу в стадии завершенности и за весь год, например, выручку отражают. Зависит, мне кажется, от потребности компании, от того, как часто она отчетность готовит в МСФО. Какие есть методы признания выручки на протяжении времени? Если у нас не в момент времени, а на протяжении, то два варианта. Либо метод результатов, либо метод ресурсов. Метод результатов – пропорциональное количество произведенных единиц. Если вы какими-то партиями продукты производите, то, например, у вас подговор 100 единиц, а вы произвели только 50. Соответственно, признали 50% выручки. Это, кстати, к вопросу о примере, который я до этого давала. 100 единиц купили, производить могли партиями. Соответственно, партиями могли передавать. И в этом случае, если первые 50 произвели, то 50% выручки можем уже признавать себя. Если 80, то 80%. И, соответственно, если 100, то 100%. И второй метод ресурсов, он чаще всего в строительстве используется пропорционально затраченному времени, либо бюджету. Ну, в строительстве, конечно, пропорционально бюджету обычно это делается. То есть, если, например, по бюджету мы должны были потратить, ну, предположим, миллиард. А сейчас построили на 500 миллионов. То есть, затратили уже 500 миллионов. То в этом случае стадия завершенности будет 50%. Но нужно понимать, что бюджет должен быть обновленный. Потому что то, что я встречала, очень часто бывает, что делают бюджет в самом начале строительства один раз, потом его уже очень во много раз превысили. Он все еще не обновлялся, и ты начинаешь считать стадию завершенности и понимаешь, что она у тебя там 500%. То есть, ты там уже перезавершил, потому что бюджет просто не обновлялся. Поэтому, чтобы использовать такой метод, нужно, чтобы у компании был нормальный процесс бюджетирования простроен. Это вот большая проблема, потому что у строительных компаний не всегда нормально такое бюджетирование, честно говоря. Ну и второй вариант – это пропорционально затраченному времени. Если у вас есть какие-то человека часы. Например, мне кажется, у аудиторов такое бывает. У них есть там таймшиты, количество часов ставят. Соответственно, у них на проект 100 часов. Они 50 часов потратили, значит, 50% выручки могут себе уже признавать. Мы у нас проводки будут, соответственно, в момент заключения договора мы отражаем дебиторскую задолженность и обязанность к исполнению. А дальше, когда мы признаем выручку, мы обязанность к исполнению дебитуем, то есть мы ее уменьшаем и признаем выручку, пока обязанность к исполнению не станет равна нулю. Но это будет в тот момент, когда договор у нас завершится. Если есть какие-то акты будут подписаны, да, например? Ну да, какой-то акт. Слушай, а такой вопрос. То есть, ну, получается, что, например, если мы обновляем бюджет, например, оказывается, что в два раза выше, то у нас, естественно, падает этот процент, допустим, с 50 до 25. Но в целом у нас, получается, именно в абсолютном значении выручка не пересчитывается, потому что у нас будет то же самое. Правильно понимаю? Что ты имеешь в виду? Ну, ты бюджет, то есть ты, например, считаешь каждый квартал. То есть, если ты каждый квартал считаешь себе стадию завершенности, по методу ресурсов тебе нужно каждый квартал этот бюджет обновлять. То есть, он у тебя должен быть актуальный. Соответственно, у тебя как бы, ну, в этом случае стадия завершенности все время будет расти. Если у тебя правильный бюджет, то теоретически у тебя правильная стадия завершенности. А если ты его, например, в прошлом квартале не обновил, а в следующем обновил, у тебя там может все, конечно, разъехать. Но вообще так делать нельзя. То есть, надо, чтобы он постоянно был актуальный. Так, ну да, я, в принципе, понял. То есть, я просто к чему хотел спросить. Будет ли как-то выручка корректироваться или нет, если вдруг окажется, что процент упал? Ну, если процент завершенности упал, а почему он мог упасть? Потому что у тебя бюджет стал больше, а ты на прошлую зачетную дату его забыл обновить? Ну, например. Ну, если ты забыл обновить его, и, например, это не в рамках одного года, то это может быть ошибка. Соответственно, если это существенно, это будет исправление ошибки в отчетности, а исправление ошибок перспективно вообще. То есть, ты прошлый год будешь корректировать, если это именно ошибка была техническая. Если это нематериально, то это можно перспективно отражать в том периоде, в котором ты ошибку нашел. Если это изменение оценочных суждений, то есть у тебя вообще поменялась концепция проекта, например, из-за этого стадия завершенности поменялась. Например, сначала договаривались там, что построят один дом, а передумали и сказали, что шесть небоскребов построили. Но тогда это у тебя будет изменение оценочных значений. Это всегда перспективно признается, то есть прошлый год не перспективно. Понял. Вот тут вопросы пошли. И, кстати, мы сейчас, наверное, уже будем заканчивать, да, из того, что я вижу. Значит, тут вопрос от Антона. Вот, возвращаясь к нашему примеру, когда мы там распределяли выручку на сервисы, на оборудование. Вот он спрашивает, если нам заплатят 15 миллионов, отразим как выручку 13,6, то как признается разница в 1,4? Нет, нам не заплатят. Нам заплатят ровно 20 миллионов. А, то есть, то есть обособленная рыночная цена 15, да, для товара, для услуг 7, итого 22. Но по факту, по факту, нам заплатят 20, потому что у нас договор на 20. То есть нам... Ну, вот он там дальше, я тоже спросил, а можно ли поподробнее? Он говорит, что по договору товар стоит 15 миллионов, обслуживание 5. А по МСФО выручка от продажи признается как 13,6, а сервис 6,6. Ну, а остальная разница, как услуги признается, по мере выполнения услуг, скорее всего, мне кажется, так это будет. То есть в итоге-то все равно признается 20. Тут вопрос, в какой момент времени, чтобы... Ну, да. Получается, то есть оборудование признается, например, в этом квартале, да, обслуживание будет, например, 3 квартала, он будет там равномерно или как-то по-другому, да, ну, скорее всего, равномерно признаваться в оставшиеся 3 квартала. Ну, да. Обслуживание просто признается позже, но по факту все равно признает всю улочку. Тут вопрос именно в распределении по времени. Так, вот еще вопрос. Значит, вопрос от Надежды. Ребят, оставляйте еще вопрос, потому что мы сейчас будем заканчивать уже. Вот мы решили чуть поускорить, так сказать, наш вебинар, чтобы больше людей досматривало до конца. Значит, вопрос от Надежды. Если это комплексная услуга, например, организация участия в выставке, сложно оценить затраченный ресурс по каждому клиенту в отдельности? Можно ли учитывать выручку пропорционально графику платежей указанного в договоре? Или переформулирую, сейчас я продолжу. Как ценить, подтвердить затраченные ресурсы? Ну, пропорционально графику платежей нет, СФО не дает такой возможности. То есть там два варианта, либо метод результатов, либо метод ресурсов. Соответственно, ну, по идее, если все делать по уму, то, наверное, нужно человеку часы какие-то засчитать. То есть что, сколько было потрачено времени и сколько времени забюджетировано. Ну, это вот по аналогии, как и аудиторские компании. У них тоже сложная услуга, как вот они делают. Они ведут какие-то табели учета времени для того, чтобы понимать, сколько они потратили времени из общего бюджета. Потому что варианты признавать пропорционально как-то платежа, мне такого варианта, СФО не дает. Вот Сергей тоже спрашивает это по запрошлому, скорее, вопросу. То есть что мы там распределили не 15,5, да, там, 13,6 и там, 6,6. А не повлияет ли это на анализ отчетности по группам источников выручки? Ну, возможно, это, конечно, повлияет в том плане, что товары будут стоить, там, например, они по факту 15 в договоре, а мы говорим, что 13,6. Ну, просто тут вопрос, для каких целей этот анализ. С точки зрения СФО мы должны распределять так. Если для управленки нужна, например, какая-то другая аналитика, то нужно тогда для управленки делать другую аналитику. То есть вопрос, ну, может повлиять, конечно. Ну, я думаю, что внутри компании, там, какой-нибудь коммерческий отдел, то же самое, у них все равно абсолютно вся информация есть, и поэтому, если они захотят, там, что-то проанализировать, там, какой-то ABC-анализ сделать, то они и так могут это сделать, не основываясь, там, на МСФО. Тем более, МСФОшная отчетность не будет, скорее всего, там, раскрывать такие детали. Насколько я помню, там, типа, есть разбивка по сегментам, да, если у тебя, там, сегмент приносит меньше 10% от выручки, то он не ставится, не учитывается, то есть не раскрывается, как отдельный сегмент. Некоторые сегменты не раскрывают, это не обязательно для некоторых компаний. Поэтому, может быть, это вообще никакой, ну, выручка, наверное, будет по видам как-то разбиваться, но если там какие-то нематериальные виды выручки, они, опять же, в прочие попадут, то есть вопрос существенности, да, от того зависит, как будет представлено в отчетности. Так, ребят, кстати, хочу заметить, да, что вот эти все темы мы изучаем более детально на нашем курсе по финансовому учету анализу. Вот, ссылку я там скидывал в описании трансляции. И, соответственно, сейчас хорошие там очень условия, то есть у нас там еще сегодня-завтра скидки 50%, то есть посмотрите, зайдите, посмотрите, да, если вам понравилась тема МСФО, вы понимаете, что вам это нужно, то, пожалуйста, добро пожаловать, так говорится, к нам. Сейчас вот еще раз скинул в чат. Значит, остается еще там несколько вопросов. Давайте там, может, еще один, два вопроса напишите, помимо тех, что я сейчас вижу, и мы на этом будем заканчивать. Значит, по поводу ритейла. Вот ритейле есть коммерческий бонус, каким стандартом регулируется, тема скидок еще интересна. Я так понимаю, это Gross Revenue и Net Revenue. Ну, я просто не работала в ритейле, но это тем же самым стандартом регулируется. Вот. Там эти скидки, скорее всего, как я предполагаю, опять же, теоретически нужно оценивать, потому что, скорее всего, это так называемое переменное возмещение, вот о котором я говорила. Соответственно, их нужно каким-то образом оценивать. Но я с ритейлом не работала, поэтому я как бы практически каких-то выкладок здесь не могу привести. Вот. Но предполагаю, что это вот переменное возмещение подлежащей оценки. Ну, вот я хочу от себя добавить немножко, Олеся, смотрите. В MSF-ошной отчетности у вас идет выручка чистая, Net Revenue. То есть, это выручка за вычетом вот этих всех скидок, бонусов каких-то, там, возвратов, да, в том числе. То есть, там идет уже Net Revenue. И я, например, даже когда смотрел какие-то крупные компании, там, типа PepsiCo, Coca-Cola, я не видел, чтобы они детально там раскрывали, типа, смотрите, вот наши Gross Revenue, а вот наши, там, вот такие-то шаги мы сделали, вот такой-то был объем возвратов, такой-то объем скидок и так далее, а вот это наш Net Revenue. То есть, я не исключаю, что такое, наверное, бывает, но ни на крупном ритейле типа ленты, ни на производители типа Coca-Cola, я такого не видел. Если мы говорим про ритейл с точки зрения того, что они получают какой-то прочий доход, то есть, у них основная выручка это продажа товаров, но они получают какие-то кэшбэки, да, там, по факту это происходит, или какой-то доход от реклама, да, если они там рекламируют какие-то отдельные товары, то это признается как прочие доходы у них. Вот это, по крайней мере, то, что могу сказать на примере отчетности ленты, когда я использовал ее для своих уроков по моделированию финансов. То есть, мы там лет покрывал Меликом. Вот, поэтому, да, Антон пишет, выручка признается за выручным бонусом, все верно, то есть, как бы, Net Revenue. Это для производителей. Для ритейла это прочий доход будет. Вот Дмитрий спрашивает, при заключении договора, почему дебиторку признаем раньше выручки, а потом дебиторку снижаем на сумму начисленной выручки? Нет, мы не дебиторку снижаем на сумму начисленной выручки. Сейчас я вернусь к слайду. Смотрите, признается дебиторка на всю сумму против обязанности к исполнению. Дальше дебиторка живет отдельной жизнью, то есть, она живет такой жизнью, что там, когда оплата бывает, она снижается. То есть, что-то заплатили, она снизилась. Соответственно, мы ее, как бы, не трогаем. И у нас дальше начинает обязанность к исполнению, которую мы себе признали против дебиторки, она у нас начинает по мере признания выручки уменьшаться. То есть, мы, когда признаем себе выручку, мы обязанность к исполнению уменьшаем. Дебиторку мы в этот момент не трогаем. Там дебиторка, она у нас какая по факту есть, такая и есть. Сколько заплатили, столько заплатили. Сколько дебиторки осталось, столько осталось. Да, я… Да-да-да, все верно. Абсолютно верно. Сейчас я просто… Ну да, просто смотрите, ребят, когда, например, я там людям рассказываю, там, тоже самое финакадемия, финучо, да, то есть, мы там обычно делаем, типа, там, кредит-выручка, дебиторская задолженность. То есть, мы вот этот промежуточный шаг не делаем. Хотя, по факту, да, если так подумать в реальности, то у вас, например, расходы все практически… Вы сначала признаете как расходы будущих периодов при пэй, да, потому что мы, типа, авансы платим. Это бухгалтера любят это делать, чтобы потом, если что, предъявить. Типа, ты им еще должен, окажешься. И по выручке, по-хорошему, то есть, это аналог того, что я сказал, но выручки. То есть, вы сначала… Есть какой-то промежуточный счет, да, вот это обьянное исполнение, а потом уже, когда вы там со своей стороны все сделали, то вы признаете это как выручку, у вас есть какая-то дебиторка, может быть, ее уже к этому времени погасили наполовину, да? Да, погасили там. Но на самом деле, то есть, это обязанность к исполнению, если она не закрыта, то есть, есть еще… Там, договор продолжается на конец года, то она будет висеть как обязательство на балансе. Будет особый вид обязательства, который называется обязанность к исполнению, типа как кредиторка. А ты не знаешь, я просто не знаю, сколько ты с РСБУ много работаешь, а в РСБУ это как-то просто в кредиторскую задолженность все идет? Или там какая-то отдельная прям строка будет? Нет, а в РСБУ там, я, честно говоря, не очень-то работала с РСБУ, там же есть тоже стадия завершенности, насколько я знаю. Но там еще какой-то другой стандарт, он сильно отличается от этого нового стандарта по выручке. Я знаю, что там есть стадия завершенности для строительных проектов, но как это точно учитывается по проводкам, я не могу сказать. Так, хорошо. Значит, по поводу там, у ребят спрашивают по поводу курса, когда начинается, ребят, на самом деле в любое время, то есть у нас полностью готов, периодически там какие-то вебинары проводим, пару-тройку раз в месяц, да. Сейчас там еще обновляется какой-какой контент, там и по МСФО, и по анализу финансовой отчетности. Но если вы там боитесь, что вы там не будете успевать, то у нас нет какой-то конкретной даты старта. То есть мы рекомендуем его проходить за определенное время, по-моему, там месяца три или четыре. Но если вы там проходите дольше, ничего страшного, как бы у вас там все равно бессрочный доступ к нему. Давай последний абсолютно вопрос. Давайте как раз примерно в 45 минут уложимся, учитывая, что первые несколько минут мы там голосование проводили. Это все к тому примеру с этим bundle product, который от себя там, по-английски bundle product, по-моему, нам будет так рассказывать, когда-то называется, когда у вас там сервис отдельный товар. Это вот это распределение цены сделки? Да-да-да, по-английски это bundle product, то есть, например, в России такого, насколько я знаю, нет. Например, в Канаде ты, например, там нет такого, что покупаешь отдельно айфон и отдельно его оплачиваешь. Как правило, люди покупают какой-то план. То есть, они берут, например, там 100 баксов в месяц платят и получают там новейший какой-то айфон. Потом проходит год, они там меняют его на другой айфон, уже новый, и продолжают там эти 100 баксов платить. Может быть, даже у них там вырастает платеж. Ну, по сути, да. И по факту нужно разделять этот платеж на составляющие, относящиеся к оборудованию и к самой связи. Поэтому нам обычно таких примеров показывают. Соответственно, Карина, изменение 14 на 13.4 влияет на рыночный цен оборудования, который используют дальнейшие при оценке данного оборудования? Хороший вопрос. Ну, вот это, кажется, интересный вопрос. Но вообще, насколько я знаю, распределение цены сделки делают, в принципе, на дату заключения договора. То есть, если договор не менялся, то, по идее, не нужно переоценивать это и перераспределять цены сделки. Тут может быть такая ситуация, что договор поменялся. То есть, например, там взяли и добавили туда оборудование, например. Была там одна единица, там, например, стало там три единицы. И цена договора в целом поменялась. Вот тогда нужно перераспределять. И, скорее всего, это нужно будет делать уже на дату заключения этого нового договора, либо на дату, когда подписано дополнительное соглашение. Но для этого должны существенные условия поменяться. Ну, соответственно, если там прошел там месяц, да, цены на рынке поменялись, оборудование, не знаю, стало дешевле, то, соответственно, мы пересчитываем. Нет, мне кажется, это не нужно делать, но это просто тогда можно каждый день мониторить рынок. Ну, вообще, да, если так уж запариваться. Если вы не докопаться в этом во всем, нет, нет, такого делать не нужно. Мне кажется, здесь как бы такой момент, что надо сделать так, чтобы не докопались аудиторы. Если так уж по чесноку посмотреть на это, потому что, ну, люди, которые внутри компании работают, они и так все эти цифры знают, и у них там по-своему вообще может расчет какие-то идти. А там для инвесторов, ну, здесь как бы вопрос есть, ну, насколько сильно реально, какая материальность тут, насколько сильно отличается этот перерасчет. Ну, да, но вряд ли там что-то настолько изменится, что прям вот... Что там инвесторы будут думать, что мы делаем выручки там 2 рубля, да, мы на самом деле делаем 1 рубль. Ну, такая разница вряд ли будет. Ну, это да. Так, ладно, ребят, давайте мы будем на этом заканчивать. Если какие-то вопросы мы там не ответили, то просто ответим попозже. Евгения, спасибо огромное за твое время, за то, что ты сегодня рассказал. Это было интересно. Хорошо. Я вспомнил... Все спасибо за участие тоже, кто был сегодня. Да, да, да. Я вспомнил тоже какие-то вещи там, далекой памяти достал там. Да, учился в УЗИ. Но, скажу честно, это гораздо было интереснее и понятнее, чем там, как рассказывали мне там. Хотя у меня был там хороший УЗД. Отлично. Спасибо всем. Да. Всем пока тогда, ребят. Вот. До новых встреч. Хорошее время суток. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.